...состояние здоровья самого подсудимого в источнике ему лиц и вовремя страницей. При таких обстоятельствах обсуждая вопрос о мере наказания, суд считает, что постановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение о совершении многих преступлений возможно при назначении ошибленного наказания в виде лишения свободы, без применения дополнительных наказаний в виде штрафа и обменичения свободы в соответствии с статьей 7 3 Уголовного кодекса Российской Федерации условно. С учетом фактических обстоятельств, совершенного в суде преступления и степени его общественной опасности, суд, несмотря на наличие смягчающих наказаний и обстоятельств, не находят оснований для изменения категории преступлений на более мягкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса, а также оснований для применения положения статьи 53 депримативного Уголовного кодекса Российской Федерации. В то же время, с учетом уменьшения объема похищенного в Шиболине, суд считает, что необходимо отказать удовлетворение гражданского иска в соответствии с статьями 135 и 136 Уфа Российской Федерации Шиболин имеет право на реабилитацию, а также на возмещение причиненного его имущественного и морального бреда. В соответствии с частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку останавливается оправдательный приговор по основанию и предусмотренному в 31 части 1 статьи 27, суд считает, необходимо отказать удовлетворение заявленного гражданского иска. Судьба и вещественные доказательства дела подлежатся разрешению в порядке статьи 81 Уфа Российской Федерации на основании сложного руководствуясь статьями 307, 308 и 309 Уфа Российской Федерации суд приговорил Шиболина Эдуардов Сергеевича по предъявленному обвинению в совершении двух преступлений предусмотрены частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и преступления предусмотрены в пункте 5 части 4 статьи 158 Уфа Российской Федерации по эпизоду в период с 2009 и 14 декабря 2015 года оправдать на основании пункта 2 части 2 статьи 302 Уфа Российской Федерации все с непричастностью к совершению указанных преступлений. Шиболина Эдуардов Сергеевича по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотрены частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации и оправдания в удовлетворении своего требования Министерства семейной и демографической политики и социального благополучия Ульяновской области о взыскании с подсудимого материального ущерба отказать. Признать Шиболина Эдуардов Сергеевича виновным в совершении преступления предусмотренного в пункте 5 части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации данное наказание считать условным с испытательным сроком в 2 года. Возложить на Шиболина исполнение обязанностей, способствующих его исправлению, не менять постоянного места жительства, без давления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осуждено, периодически являться на регистрацию данного органа и неопределяемые самим уровнем. Меры пресечения Шиболина в виде подпускения выведена на лежащем поведении, доступление к приговору в законную силу оставить без изменений, удовлетворение гражданского и потерпевшего сапфорного обзыскания Шиболина о причиненном материальном ущербе отказа. Вещественная доказательная поддержка. Квартина в количестве 12 штук, переданных на хранение потерпевшему заправлено, остается в полном владении последним. Сотовый телефон, переданный на свидетельство Пушкарева, остается в полном владении последним. Оружие, переданное на хранение Шибрюна, остается в полном владении последним. Шесть мультимедийных телств, переданных на хранение в уголок Ленинский мемориал, остается в полном владении последним. Диски, содержащие записи о телефонных переговорах, сведения о соединениях о бухгалтерских базах и юридических лицах, а также изъятые документы по вступлению к приговору в законную силу вернуть по принадлежности. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновске областной суд в течение не 10 суток с однём провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб, осуждённых праве заявить в хозяйство об участии в суде апелляционной станции председательствующих отечественных подпись. Шабалин, приговор понятен? Срок порядка обжалован непонятен? Представитель потерпевшего с конъюнами приговор понятен? Да.